Ребята, всем привет! Вы на канале Семяна Чемодана. Меня зовут Славян. Вот мой инстаграм подписывайся, если вы еще этого не сделали. И пока мы едем на съемки вот этого прекрасного видеоролика, мы потеряли одного нашего члена семьи. Родион просто взял и вырубился в машине. Поэтому будем ли мы сейчас все вместе в этом выпуске, я пока не знаю, потому что мы еще едем. Но с вас обязательно лайк и погнали смотреть выпуск. Ну что, в общем, вроде так и не проснулся, поэтому мы их оставили в машине и идем вместе с Артемом вам показывать этот поселок, либо микрорайон в Тудепстом. Наша основная задача сегодня посмотреть этот райончик, центральную, так сказать, улицу, дойти до пляжа и показать вам пляжи. И самое главное, здесь есть нудистский пляж. Он даже на карте отмечен. Я не хочу. Хочется его отыскать, посмотреть какой-то проходик. Вдруг среди моих зрителей и подписчиков есть нудисты, которым это будет важная информация. Поэтому не буду затягивать. Погнали. Ты готов? Да. Все, пошли, значит. Итак, мы сейчас вот находимся на улице Дарвина. Там, по сути, тупик. Что касается отелей, я тут ничего не заметил именно отельного. Но здесь много вариантов снять, типа частного сектора. Также можно снять и квартирки. Артем, давай поспокойнее, пожалуйста. Вот, вообще здесь в межсезонье очень спокойно, очень хорошо. Вот нам, в принципе, даже понравилось. Прямо у нас, получается, будет Сухумское шоссе. А направо от ворот на улице Кама. Еще по пути посмотрим, какие цены на овощи, на фрукты. Я вам покажу, где они будут. Так, по столовым я вам тут тоже не скажу, что по ценам. Да, мы здесь никогда не кушали. Но я знаю здесь одну столовую. По крайней мере, по атмосфере дизайна она достаточно хорошая. Ну, по крайней мере, заходить туда приятно. Вот, что я вам говорил насчет частного сектора. Здесь очень много вариантов снять. Это море, в принципе, вот отсюда вода. Так, как ориентир. Даже не знаю, что вам сказать. Нет вывесок. До моря идти минут 10-15 спокойным шагом, и вы попадаете на пляж. Мы, собственно, туда сейчас и идем. Заодно покажу вам бесплатную поруковку, где можно оставлять машину. И, в принципе, даже с Адлера можно доезжать. А вот, кстати, какие указатели. Дарвин 26. Кабачки 65. Яблоки 90. Вот огурцы по 85 есть. Так, Дарвина 24. Есть, смотрите, форель. 550, раки 1300. Кому интересно купить рыбку, пожарить на углях. Дальше с вами двигаемся. Здесь есть, понятно, дело, очень много палаток со всякими булочками, сырами. Вот он, частный сектор. Вот так вот все друг на друге застроено. Меня, конечно, вообще прикалываются эти постройки. Угарные, как многие показывали районы Сочи и называли их фавелами. Но это действительно так вообще, просто друг на друге. Такой пошел теневой сквер возле пятиэтажки. Дальше мы попадаем на такую, можно даже сказать, на туристическую улочку, где можно найти абсолютно все от одежды до морковки. Распродажа, вот все по 1000 рублей. Дарвина 10, кому интересно, кому нужно. Вот торговый центр у них есть в придомовой территории. Здесь еще много чего закрыто. Тут нет никаких цен, поэтому я вам не подскажу, что по ценам. Редиска у всех по 80. Вот есть палатки всякие, матрасики, кому нужно, тоже смотрите, заходите. Вот тут такой типа микрорынок. Еще здесь картошка 60, огурцы 180, лук 30, абрикосы 300, нектарин 300, яблочки. Ну вот сами все, в принципе, увидели. А вот по выпечке, вот они ценники. Пахнет вкусно, все так свежо, и сразу захотелось кушать, да, Темка? Дарвина 6. Вот какая-то мини-забегаловка. Вот еще одна выпечка, ну и магазин продукты. 24 часа, конечно, как же без магазинов. Все стоят за клубничкой, здесь по 300 рублей. Клубника какая-то, сорт земляничный, что ли. Вроде как говорят, местная, но не знаю. Я не местный, точно не подскажу. И вот мы с вами попали на такую типа площадь, можно это будет даже так назвать. Такие пересечения всех центральных улиц, налево от улицы из Крым. Направо пошла дорогу туда, в сторону Сочи. Вот здесь была хорошая палатка булочная, ее закрыли. Видимо, что-то у них там случилось, они сейчас сделают там ремонт. И туда уходит дорога в Адлер. Артем, не балуй. Так, а вот тут уже, если его можно назвать, то это такой типа-типа автовокзал, где можно сесть на любой автобус и уехать, в принципе, куда угодно. Здесь прям такой микро-рынок, всякие разные палатки, вот эти магазинчики. Нет, мне не едет, я встал. Да, хорошо, давай. Вот, а здесь вот идет реставрация какого-то кафе, еще в межсезонье оно работало. А вот пекарня, вот ее, кстати, вообще рекомендую, мы здесь брали, покупали выпечку, вкусная. Цветочки, кому нужны в отпуске цветочки, то, конечно, можете зайти. Дальше, смотрите, начинается такой проулочек, который уже ведет непосредственно к морю. Вот, нам нужно пересечь вот этот под трассой, вот этот виадук, который идет в сторону Сочи и в сторону Абхазии. Здесь есть вот такая вот парковочка. Артем, отпусти, пожалуйста. Вот она, возле магазина. Пойдем, давай ручку, Артем. И здесь торговые ряды, где можно найти вот даже шарики. Вдруг вы приедете, а у вас какое-то будет мероприятие, и вы остановитесь здесь. Куда все то, соответственно, вот вы теперь знаете, где это можно приобрести. В основном одежка. Вот столовая номер один, мы открылись, но там все пусто, там никого нету. Не знаю, я рекомендовать точно не буду. Здесь, кстати, вот есть еще типа шиномонтаж, сход развалов, автоэлектрик, вот вдруг кому надо что-то по машине, то вот сюда можете прям заезжать. Это как раз на вот этой так называемой парковке, да, пятачок, где можно запарковать машину. Дальше идет впереди железнодорожный мост. Вот мы, собственно, когда сюда приезжаем, мы всегда уезжаем вон прямо туда по улице, и там как раз и есть парковочка. Сейчас я вам покажу. Ребята, для тех, кто еще не знает, куда именно поехать в Сочи, но уже купил билеты, у нас есть свой авторский гайд по Сочи. Цена всего лишь 490 рублей. Приобретайте, изучайте и путешествуйте по Сочи с легкостью и с удовольствием. Чтобы приобрести, напишите либо мне, либо Настеньке в директ, в инстаграм. Еще мне нравится перед парковкой. Вот такая тема, смотрите, что вот еще 3К. Река впадает в море, а море впадает в реку. И особенно, когда море штормит, здесь такие волны бахают, и встречаются, получается, два течения. Классно. Зрелище, короче, клевое. Кто здесь будет, я думаю, что вы однозначно залипнете. Здесь вот есть какая-то воинская часть. Припаркованы корабли, катера. Не знаю, сработают ли они, спускают ли их на воду. Но выглядит со стороны, конечно, все очень заброшено. Мы с вами подходим уже к парковке. Вот там, где виднеется вот этот синий арголит. Это подземный переход, чтобы перейти с ЖД пути и попасть на пляж. А я с вами хочу попасть на пляж вот через вот этот проход. Сейчас я более подробно его покажу. В общем, ребята, здесь вот такая вот парковка. В принципе, достаточно большая. Мест хватит. Мы вот так вот в тенек проканулись. А сейчас вместе с вами пройдем на пляж. Вы посмотрите, какие тут пляжи. Вдруг кому-то из вас это место зайдет, и вы будете сюда приезжать отдыхать. На машине сюда ехать вроде как нельзя, да, написано. Но хотя, мне кажется, учитывая, как тут накатано, я думаю, что сюда заезжают. Ну, по крайней мере, цепь, которая висит, она лежит на земле. Здесь, кстати, вот когда я вам говорил про волны, здесь вот ходить тоже интересно. Видите, асфальт получается мокрый. И вот они порой бьют и накрывают. Видите, вот мокрота пошла. Это все из-за волны морской. Да, ну, конечно же, наша любимая рубрика свиньи. Вот, видите, волна пошла шик. Здесь, в общем, кто будет ходить, ходите аккуратно. Здесь может нехило так накрыть. Вот, прошли мы под ЖД, значит, путями. И попадаем на пляж. Вот такая, ребята, здесь пляжная территория. Называется это пляж Робинзон. Здесь есть, вот, даже такой пирс. С него нырять не нужно. Вот, морюшко сегодня с волной. Здесь, кстати, частенько ветерок. Вот, по крайней мере, сколько мы приезжаем, здесь всегда ветрено, да, Темка? Ну, по крайней мере, пойдем вот сюда, направо. По крайней мере, сегодня хотя бы теплый ветерок. Давай мне ручку. Здесь, кстати, есть вот пансионат-автомобилист. Вот он торчит. Там же у них есть свой спуск сюда к пляжам. И, соответственно, у них здесь тоже есть пляж. Здесь, кстати, даже еще, судя по следам, ездит техника. Видите? Еще, видимо, что-то улучшает. Но людей не очень много. В принципе, я не знаю, как здесь сезон, но вот сколько мы сюда приезжаем, людей всегда не особо много. Да, волны, кстати, такие. Нормально он. Девчонок сбивает с ног. Так, пойдемте посмотрим на такую набережную. Опа! Давай-давай, Тем. Настилы есть. Вот даже душевая кабинка есть. Переодевалочка тоже есть. А там нет, не видишь. Хорошо. Вот здесь даже был, кстати, такой песочек, но его вот укатали. Кафе. Много лежаков, кстати, еще не разложено. Не знаю, как оно правильно называется. Эспрессо 30, капучино 150-120, чай 70-50. Вот такая атмосферка. Ну, нормально, слушайте, чистенько, аккуратно. Мне кажется, еще вот эти вот палатки пооткрываются. Здесь что-то будет, наверное, продавать. Вот видите, пляж Робинзон. Накидки их не. Лавочки. Интересно, вот можно посидеть, посмотреть на море. В отличие от некоторых исполнений в Эмиритин, когда сидишь на лавочке и смотришь. Кстати, вот смотрите, есть, подожди, есть медпункт, и открыли туалет. И это, кстати, очень-очень хорошо. Ну да, вот. Ты систишь, ты, Тема, ты что? Сочинские попугаи. Есть, кстати, вот площадка для воркаута. Вот, пляж Робинзон. И здесь есть мороженое. Стаканчик 120 рублей. Не дешево. В Эмиритинке дешевле. В Эмиритинке есть по 100 рублей 3 шарика, либо по 50 рублей. Один шарик тоже вы показывали в палатке. Вот, кстати, он проход. Сейчас туда спустимся. Дойдем вот до конца набережной. Видите, здесь такой пляжик. Вон там даже, я вижу, вдалеке трактор работает. Ну, людей, мало людей. Вот, кто-то ходит по ЖД-путям. Наверное, вот как раз на диско пляже. Я так думаю... Не-не-не, мы не сюда пойдем. Я думаю, что на диске пляж нужно где-то вот так вот и идти. Пляж пансионата Автомобилист. Там начинается. Вот в этой части, видите, работает еще трактор. Тут что-то как-то все загорожено было. Пришлось отпускаться на пляж. А здесь снова сейчас будем подниматься. В общем, здесь что-то строится. Я вот хотел подняться. Не пустили, сказали, идти можно только по пляжу. Ну, пляж тут, короче, вообще пока грязный. Очень. Ну, и, соответственно, забираться здесь, ребята, только вот таким вот образом. Там, кстати, впереди висела табличка, что выгул собак запрещен. Хотя вот люди с собаками здесь есть. Вообще, пляжи, конечно, безлюдные. Я не знаю, здесь, наверное, сделать какую-нибудь дэнс-площадку. Не факт, что, конечно, она будет. Вот такая обстановочка. Ну, что касается Нудийского пляжа. Вот он. Вот ребята уже лежат. И вот там вот дальше тоже есть люди. Вот здесь все хорошо там загорают. Вот, короче, кому нужен Нудийский пляж, то вот знаете, как туда добраться. Проходите прямо-прямо и прямо туда. В общем, ребята, я туда, конечно, с камерой не пойду. Конечно, нельзя так делать, не поймут. Но в целом, говорю, вот как ориентир, кто любит загорать, купаться голышом, вот сюда вот приходите. Здесь в калитке есть проход. Проходите и все. И погнали купаться. Вон тут парни собрались дырять с гуна. Покажу вам переход. Тут вот как есть лесенка, так и для колясок все удобно. Здесь была такая грязь. Раньше его реконструировали, правда, не очень как бы дельно сделали, да. Ну, по крайней мере, не воняет в переходе. Так, и вот мы с вами сейчас будем уже попадать на ту парковку, про которую я вам и говорил, где мы и оставили машину. Также, да, здесь тоже вот для колясок и для тех, кто может сам подняться по лестникам. Вот он переход, значит, в этот санаторий, в пансионат Автомобилист. И вот минусы пляжей всех этих. Здесь вот эти чихпых-чихпыхи ездят постоянно. Буквально месяц назад здесь вот эта торговая линия была вся закрыта. Сейчас вот уже открывается потихоньку. Совсем скоро, наверное, откроется абсолютно вся. Ну, и вот она, парковка. Вот, ну, сами видите, мест, в принципе, достаточно. Не знаю, как здесь в июле, в августе, но пока нормально. Что, ребята, теперь вы знаете, где в Сочи есть нудийский пляж. Кому нужно, приходите, отдыхайте, загорайте, купайте, наслаждайтесь. Я с вами прощаюсь, увидимся уже завтра в новом видеоролике. А вы поддерживаете выпуск лайком, пишите комментарии, делитесь видеороликом в свои социальные сети. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok